В 10-м приближении может использоваться биометрия по ДНК. Но биометрия по ДНК – это лаборатория. Это что, лабораторию, что ставить на каждом посту? Все остальные биометрии с кем это? Там погрешности такие же, но пушечные выстрелы нельзя подпускать в финансовую сферу. Может ли быть нанесено начертание при фотографировании технически? Как Вы считаете, возможно ли это? При фотографировании, именно сканировании на биометрические параметры, тут, конечно, задействован сам лазер, потому что, чтобы получить точную, пространственную, объемную информацию о человеческом лице и полностью его голове, то, конечно, нужно сканирование, а только лазером. Регистрация биометрических данных может быть осуществлена с выездом на места. Для этого используются портативные комплексы регистрации биометрических данных. Сформированная заявка направляется в Федеральный центр обработки данных ФМС России. Внимание! Во время биометрического фотографирования на компьютере появляется надпись «Лазер подключен». Руководителем территориального органа ФМС России принимается решение о допуске к изготовлению самого документа, в котором осуществляется проверка на корректность исходных данных, заверение электронной подписью и отправка во ВГУП «Гоззнак» на персонализацию бланка паспорта. Также я не исключаю, хотя у меня нет никаких доказательств, документов, что возможно нанесение метки на человека, вот эти инфекционные метки, на подкожу самого человека. Вот если будут потом уже какие-то доказательства, то, что человек прошел и система сработала, а он не предъявлял ничего, вот он будет этим как раз доказательством, что на нем уже есть эта метка. По-другому ее в виде нам не дадут, не раскроют эту информацию. Роли творцов исполнили два друга, студента Массачусетса и Гарварда, Мальт Гартер и Сик Хун Юн. Если попробовать коротко рассказать о новом техническом достижении, то получится следующее. Все знают, что одним из ключевых элементов конструкции лазера является активное вещество – среда, в которой происходит генерация лазерного излучения. Молодые ученые создали лазер, в котором активным веществом выступает биологическая клетка с внедренным в нее зеленым флюоросцентным белком. Интересно, что после генерации лазерного излучения клетка остается не просто живой, а вполне дееспособной, то есть осуществляющей полноценную жизнедеятельность и размножение. Новые клетки получили название биофотоники. На данный момент исследователи ведут разработки модифицированных одноклеточных живых организмов, способных объединяться в колонии. Уже сейчас полученные биофотоники можно использовать для коррекции зрения и сбора данных о биологически активных веществах в организме. Построим эту систему управления, когда мы всю нашу имущество, всю нашу жизнь поставим в зависимости от этого документа, который связывает меня и систему, вдруг обнаружится, что он не защищен от подделок, потому что биометрия ошибается, потому что биометрия подделывается, потому что биометрия это вообще не то, что используется в этих системах. И тогда возникнет вопрос безопасности. Он выплывает автоматически. А безопасность решается. Есть методы верификации. Карточка человек. Я вам расскажу этот метод. Это патент Томаса Хитера. В 1999 году он сводится к следующему. Использование в финансовых трансакциях невидимой татуировки в виде штрих-кода на теле человека. Она невидима для человеческого глаза. Она наносится, и человек не чувствует, как она наносится. И вот этот-то штрих-код на лбу полностью обеспечивает верификацию. 100% гарантированно. Во-первых, наносится число. Не биометрия, а число. У нас все системы идентификации не по биометрии. У нас нет базы данных биометрического параметра радужки глаза населения всей страны. Есть такая база данных? Нет. А какая есть база данных? СНИЛС информация, СНИЛС информация, СНИЛС информация. Что идентификатор? Оболочка глаза или отпечаток пальца или СНИЛС? Что? СНИЛС. Так, у нас база данных построена на цифровом идентификаторе или на биометрической идентификации? На цифровом идентификаторе. Биометрические параметры нужны как раз для того, чтобы подтвердить, что номер поднадлежит только этому человеку. Номер связан с биометрией, биометрия с человеком, а номер с базой, но это одно и то же. Без номера это не имеет смысла никакой биометрической информации, просто биометрической информации. Потому что искать в базе данных по биометрическим параметрам, это совершенно большие затраты учительных мощностей, колоссальные. По номеру это делается мгновенно практически. Вообще под сомнение не ставится трехмерное сканение. То есть оно изначально пошло как нечто необходимое, потому что у всех это вызвало ассоциацию просто фотографий. А фотография в документе ни у кого не вызывает вообще никаких сомнений. Конечно фотография должна быть, потому что это основной верифицирующий признак. Но подождите, это же не фотография, это ведь совсем другое изображение, это сканированный образ лица, который не оправдан для младенца. Для чего младенцам сканировать лицо? Оно изменится, оно меняется каждый месяц. Как вы будете его верифицировать по этому признаку? Да никак. Потому что сам по себе этот образ нужен постольку поскольку. Надо что? Привести верификацию или связать карточку с человеком посредством цифрового идентификатора. Вот этот цифровой идентификатор в виде штрих-кода и будет наноситься во время вот этой процедуры. На лоб человека, получив это начертание. Согласно откровению апостольного Истана Богослова, этот человек потеряет свободную волю распоряжения собой. Ни много ни мало. Этот человек окажется под полным влиянием системы. Под полным влиянием тех сил, которые с ним провели эту манипуляцию по его же сознанию. Если есть идея,, то я не буду международным жизненным причем. Это прическое время потребление�도 принято? Если он никогда вы まула, то иначе не надо. Если kein небом Nazi патриоте. Он таким каким-то образом может быть, vagy. Если не может быть, то я может вам быть, не может быть, но пред��атой. Если не будет, то я не буду aquest contributingpes än.